Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Мы озвучиваем Новый Завет с толкованием Блаженного Фетилакта и с комментариями. Это наш трехтомник. Вот он как выглядит. По 752 странице. Чтоб видно было. Вот показать. Нет, нет. И 280 картин. Что, как, вот так вот надо? А, вот, вот так. А, вот так вот. А еще, картиногами? Да, был. Я не видел этого. И здесь же у нас 280 иллюстрации. Иллюстрации непростые. Вот, как раскрасили. Без полей. Как можно больше сделать по размеру. Ну, вот так. Итак, номер 16. Евангелие от Иоанна 13, стих 1. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел счастливо перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, из возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Толкование. Блаженного Фетилакта. Слова возлюбил их до конца возлюбил их означает то, что он не упустил ничего, что следовало сделать тому, кто сильно любит. Посему, в заключение всего, творит и это. Умывают ноги ученикам, чтобы вполне высказать любовь к ним и вперед оставить им великое утешение среди бедствий, какие их постигнут. Утешение в той мысли, что возлюбивший их до того, что умыл им и ноги, не оставит их и в бедствиях. Переходом называет смерть Христа по причине вознесения Его по воскресении Богу Свои и все люди по праву творчества Его. Почему сказано, пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Иоанна 1.11. «Но святые Свои Ему потому, что близки к Нему, как и здесь Своими назвал учеников, прибавил сущим в мире, потому что есть Свои Ему и ныне. Например, Авраам и Патриархи, но они не в мире все, потому что переселились отсюда. Сих-то Своих сущих в мире до конца возлюбил, то есть явил к ним совершенную любовь». Иоанна 13.2.5 «И во время вечери, когда дьявол уже вложил сердце Иуде Симонова в Искариоту, предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Толкование. Евангелист, удивляясь тому, что Христос умыл ноги, и тому, кто решился предать его, говорит, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде. Так до конца он заботился об исправлении предателя. И слова во время вечери не без цели поставлены, но чтобы показать бесчеловечье Иуде, так как и участие в вечере не переменило его. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, то есть вручил ему спасение верных, и нужно уже явить им все, относящееся ко спасению, между прочим, и умыть ноги ученикам, ибо этим узаконяется смиренно-мудрие. Ибо он не похитил славу, чтобы бояться потери оной, и посему им не браться ни за какое смиренное дело. Подобное чувство испытывают те, которые не имеют истинного благородства. Так как они похитили в себе славу, то они не желают даже наклониться, чтобы не потерять того, что не принадлежит им, и что они похитили. Но он был царь всех и сын Божий, ибо это значит слова «от Бога ишел», то есть из сущности Отца, и опять к Богу отходит. Посему слава его, когда он так высок и так велик, не уменьшится, если он умоет ноги ученикам. Ибо не прежде вечеря умывает, но когда все возлегли, а один только он встает, а прочие покоятся. Отлагает свои одежды, научая нас делать себя беспрепятственными и легкими на служение. Опоясывается полотенцем, делая все сам, и умовение, и отирание. Вливает воду, и это делая сам, а не приказывая сделать другому. Все это пример и закон для нас, как мы должны служить, именно, со всем усердием, делать все сами, а не пользоваться служением других. Иоанна 13, 6-7 Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Толкование Господь умывает ноги у Петра не первого, хотя он и имел первенство перед учениками. Но может быть предатель, будучи дерзок и бесстыден, возлежал выше Петра, и ему умыл Господь ноги. Откуда это и видно? Из следующего Начал, сказано, умывать ноги ученикам и отирать. Потом подходит к Симону Петру. Из прочих учеников никто не отважился бы принять умовение прежде Петра, а предатель мог дерзнуть на это. Ибо если бы Господь начал умывать кого-нибудь из моих прочих учеников, то сей, кто бы он ни был, не допустил бы Господа и сказал бы то же, что и Петр. «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Но этого возражения не последовало. Значит, из прочих учеников Господь умыл предателя первого, потом уже Петра. А остальные, вразумленные примером Петра, естественно, не противоречили, но приняли такую высокую честь, возданную им Господом. Вникни в то, какую силу имеют слова апостола Петра. Ты ли умоешь ноги мои теми руками, которыми ты очищал прокаженных, воскрешал мертвых, открывал глаза слепых? Ты ли, который сделал это и больше всего? «У меня, раба и не ученого, умоешь и не руки, не иной какой-нибудь честнейший член, а ноги, член последний из всех, считаемый особенно грязным и бесчестным. А потому и сам ты внедри в себя смирение, которое не унижает, а боли возвышает». Иоанна 13, 8, 9 Петр говорит ему «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Толкование «Так Петр более всех прочих учеников желал быть вместе со Христом, почему и спрашивал его, куда он идет, и по любви обещался положить за него душу свою». Иоанна 13, 36, 37 Петр услышал такую страшную угрозу, насколько был тверд сопротивление, настолько же еще более силен в извязлении согласия, ибо дает и голову свою на умовении. «В том и другом случае он руководится любовью, сопротивляется умовению потому, что очень почитает Господа, соглашается потому, что не хочет разлучаться с Ним. «А я прошу тебя, когда увидишь, что кто-нибудь сильно настаивает на своем по неразумению и склятву и обещает, не буду делать того-то, потом из уважения к клятве пребывает в том, чего не обсудил хорошо и из-за этого терпит вред по душе или по телу, то пользуйся благоприлично примером апостола Петра, который наставил на своем, но, когда увидел, что его настойчивость может разлучить его со Христом, отстал от нее». Иоанна 13, 10, 11 Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо он знал предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». Толкование Господь, получив повод, облегчает предателя, что он имеет нечистую мысль, нуждается в умовении от лукавства и перемене своего намерения. Многие спрашивают, почему Господь сказал апостолам, «Вы чисты, когда они еще не были освобождены от грехов, не получили духа, так как грех еще царствовал, клятва еще сохраняла свою силу, ибо агнец, взеблящий грех мира, не был еще заклан, и искупитель наш от проклятия не был еще повешен на древе». В каком же смысле апостолы были чисты? Можно сказать, что хотя они совершенно и не были освобождены от грехов, но они чисты через Слово, которое проповедовал им Господь, Иоанна 15, 3. Чисты, по крайней мере, в том отношении, что уже приняли свет, уже освободились от иудейского заблуждения. «Ибо слушай, как Исайя научает нас омываться, омойтесь и очиститесь, удалите лукавствия от душ ваших» Исайя 1, 16. «Посему и учеников своих Господь справедливо называет омытыми и чистыми, ибо они пребывали со Христом со всяким незлобием и простотою». Под вечерью некоторые разумели таинство Христова в конце веков, которому Иисус научает учеников своих, для чего умывают и ноги их, не потому, что они грязны, но для того, чтобы приготовить их к благовествованию по изречению Исайи, как прекрасны ноги благовествующих мир» Исайя 52, 7. «Итак, говорит, вы, что касается до вас самих, чисты, но вы должны быть посланы и для очищения других, что и выражается умовением ног ваших». Итак, умовение дает нам мысль не об очищении апостолов от грехов, ибо они по свидетельству Господа чисты, но служат знаком того, что они посылаются на проповедь, чтобы чистоту, дарованную им через учение владыки, передать и прочим. «Посему и Петр говорит, умой не только ноги мои, но и главу, то есть не только пошли на проповедь, но очисти голову мою через мученичество. Ибо вечера и ныне бывает, когда при божественном священнодействии предлежит божественное тело и кровь его. Какое же дело требуется от каждого из нас? Слушай, все мы, уверовавшие во Христа, имеем сами в себе Слово Божие и евангельскую проповедь. Ибо все мы приняли Христа в сердца наши, но на этой божественной вечере мы должны восстановить это Слово и снять с него одежды, которые сокрывают его. Такими одеждами бывают сребролюбие, тщеславие, зависть и каждая из прочих страстей, которые, налегая на сущее в нас Слово Божие, обременяет оное. Если же кто нуждается в другом очищении, желает улучшения в учении и созерцании, не есть и не пить осуждение себе. 1 Корифоном 11.29 Комментарий Игнатия Лапкина Как милостью Бог к творению Своему! Как мог родиться такой человек, как блаженный Феофилакт, спустя тысячу лет, когда Слово Божие глушилось и закапывалось? Конечно, сегодняшним служителям мрака, отвергающим Слово Божие, хотелось бы и дальше обременяться дорогими одеждами и серебром и погружаться во мрак все глубже и глубже. Все мы, уверовавшие во Христа, имеем сами в себе Слово Божие и евангельскую проповедь. Ибо все мы приняли Христа в сердца наши, но на этой божественной вечере мы должны восстановить это Слово и снять с него одежды, которые сокрывают его. Но милостью Божией труды божественного Феофилакта известны на Руси. Мы их здесь выделяем, подчеркиваем с одной целью, чтобы оживить у русских людей, называющих себя по ошибке и глубокому заблуждению православными, а на самом деле являющихся кривославными, кривоверами, оживить этот бессмертный труд дивного Феофилакта. Это его слова, которые мы будем повторять, целуя эти буковки. Все мы, уверовавшие во Христа, имеем сами в себе Слово Божие и евангельскую проповедь. Ибо все мы приняли Христа в сердца наши, но на этой божественной вечере мы должны восстановить это Слово и снять с него одежды, которые сокрывают его. Преславный Феофилакт, моли Бога о русских горе-пастырях, о горе-патриархе, который не знает, куда ведет эту слепую паству. Прочтите ниже повторяемые слова хотя бы раз десять подряд и скажите, достойны ли вы этих слов, переложили ли вы эту радость. Прочтите потом, закройте глаза, посидите и припомните из своей жизни что-нибудь похожее, о чем здесь говорится. Снова помолитесь, закройте глаза и вспоминайте, было ли с вами такое, о чем говорит этот архипастырь. Все мы, уверовавшие во Христа, имеем сами в себе Слово Божие и евангельскую проповедь, ибо все мы приняли Христа в сердца наши, но на этой божественной вечере мы должны восстановить это Слово и снять с него одежды, которые сокрывают его. Иоанна 13, 12-16 Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. Толкование. Петр, ты узнаешь после того, как я возьму одежду свою и возлягу, и начну учить вас и говорить, знаете ли, что я сделал вам? Ибо если я, признаваемый от вас Господом и Учителем, и признаваемый не ложно, ибо я точно есть умыл ноги вам и не сказал вам, рабам, не книжным и не ученым, но оставил это самим подразумевать, то и вы, необходимо, должны умывать друг другу ноги, то есть показывать друг другу всякую услугу. Ибо через умовение, которое считается последним служением, научает, что мы тем более должны исполнять прочие служения, более почтенные. Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам, то есть служили с таким же усердием. Они имели получить честь, одни больше, другие меньше, чтобы они не превозносились друг перед другом, он очищает помыслы всех их. Ибо раб не больше господина своего, доколе он раб, не посланник, не больше раб, не больше пославшего его, доколе он посланник. А когда сделается больше, тогда он и раб, и посланник. Иоанна 13, 17, 19. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете, не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание. Я, дующий со мной хлеб, поднял на меня пяту свою. Псалом 40, 10. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Толкование. Ибо и иудеи знали заповеди, но они неблаженны, а весьма несчастны, потому что не исполняли их. Кто ест хлеб мой, кого я питаю, кто разделяет со мной трапезу, стол? Каковое обстоятельство смягчает и врагов? Тот, и не сказал, тот предает меня, но поднял на меня пяту. То есть употребил против меня коварство и лукавство, по подобию борцов, которые ухищряются против своих соперников, и запина их пят, ты повергает их. Не о всех вас говорю. Чтобы ненависть страха на многих, он явно отделяет его, предателя, и показывает, что замышляет против него один только. Посему говорит, идущий со мной хлеб мой. Когда Иисус сказал, я знаю, кого избрал, то что нам сказал об иуде? Неужели избрал и его? Да, когда он был хорош, избрал, как и Саула, но он сам переменился, ибо свободен. Господь же попускает каждому действовать по своей его воле, потому что не отнимает свободы. А когда иуде переменился, то отверг его, хотя прежде и избрал. Да сбудется Писание. Это выражение, понимай, так же, как и прочие подобные, о которых мы часто говорили. Иоанна 13, 20. Истинно. Истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Толкование. Господь сказал, что он будет предан. Говорил, что он оставит их, что они потом разойдутся, рассеются, будут терпеть много бедствий, посему утешают их двумя способами. Во-первых, через самого себя, ибо показал им, что сам он перетерпит, и что он сделал предателю, умыв ему ноги, допустив к участию за столом. Ибо если будут иметь это на душе, то легко перенесут всякие бедствия. Итак, один способ состоит в том, что Господь утешает их тем, что он сделал врагу, до конца врачу его, и что сам претерпит. Другой способ в том, что он отворяет для них дома всех, что все, которые послушают их учения, примут их, видишь ли связь настоящих слов с предыдущими. Господь оставит их, они будут терпеть множество зол и бед. Он утешил их собственным примером, ибо будет предан учеником, а умывает его, утешает их и предотвращением им, что хотя они испытают много бед, но все будут их принимать. Принимающий вас меня принимает, а через меня Бога и Отца. Примечай силу утешения, «Вас, — говорит, — люди будут чтить, как самого Бога, посему не унывайте от злобы гонителей». Иоанна 13, 21, 22. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, понедоумевая, о ком он говорит?» Толкование. «Господь, помыслив, что предатель лишился и того, и другого, и терпения в трудах, и услуг от людей, которые будут принимать апостолов, возмутился духом, то есть в душе ощутил скорбь и засвидетельствовал. Это значит предсказал, вперед засвидетельствовал, объявил. «Ученики недоумений озирались друг на друга, каждый из них сознавал себя чистым, не находил никакого лукавства в своих помыслах, но слово Господа почитал достовернее своих помыслов, посему все они скорбят и недоумевают. Ибо объявление сделано тем, кто не ложен, и они были уверены, что оно непременно сбудется». Иоанна 13, 23, 26 «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у него у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит он. Он припал к груди Иисуса, сказал ему, «Господи, кто это?» И Иисус отвечал, «Тот, кому Я, обмакнув кусок, хлеба подам». Толкование. Все в томлении, и сам Верховный Петр в трепете, а Иоанн как бы в радости возлежит на лоне Господа. Иоанн возлежал по следующим двум причинам. Во-первых, потому что был любим более всех прочих, а признаком любви служило возлежание рядом с Господом. Во-вторых, потому что смелостью и бодростью он хотел показать, что он был чужд обвинением в предательстве. Свидетельствует же сам о себе, что Иисус любил его в разрешении недоумения, чтобы ты слыша, что Петр дал ему знак спросить, не подумал, что тот дал ему знак как старшему. Евангелист говорит ось сам о себе, что Петр дал ему знак не как большему, а как любимому Христом. Посему эти слова его выражают в смирении, а не желании показать себя. Ибо он не говорит, я любил Иисуса, но он любил меня, взыскав меня по милости и щедротам, подобно тому, как и апостол Павел говорит, стремлюсь, не достигну ли так, как достиг меня Бог? Филиппийцам 3.12 Почему же Петр не спрашивает Господа сам, а дает знак Иоанну? Во многих случаях Петр от большой горячности был стремителен, но подвергался порицанию. Посему теперь он опасался спросить, чтобы Господь и в настоящий раз не упрекнул его, как порывистого, для чего же Иоанн преподает к груди Иисусовой так неблагоговейно и неприлично? Потому что он не понимал еще ничего великого о Христе, и они не были научены почтенным оздавать достойную честь, ибо были люди-рыболовы и не сведущие в приличиях. Господь позволяет ему припасть к груди, чтобы ослабить его печаль, укротить смущение в душе его и вообще успокоить его скорбь. «Ибо естественно, что и на лицах их выражалось много печали. Господь, спрошенный и таким способом, не объявляет предателя по имени, но дает знать о нем посредством куска, чтобы обратить предателя и привести ему на память общение в столе и хлебе, участнику, в которых не следовало предавать питателя и не иствовать против него. Прими, говорит, с хлеб сей, который ты разделял вместе со мною. Сознай, что мы имели общий стол, но он, страсти усыпленный в душе, не уразумел этого. Если ты и сам желаешь возлежать ближе к Иисусу и припасть к персям его и научиться от него тайном, постарайся заслужить любовь его простотой и добротой. Ибо Иоанн был не злобивее, проще и кротче всех и за это был любим. Так и ты, если будешь так же не злобив, удостоишься припасть к груди Иисусовой, что служит знаком богословского достоинства. Ибо по уверению Писания в сердце сокрываются слова Господни в Соломство 18, 111. Таким образом откроется тебе все таинство и предатель слова. Ибо для того, кому вверена благодать богословия, явным становится и предатель слова, то есть мудрствующий не по правой вере. Ибо еретик, подменяющий слово истины, которое есть хлеб, оказывается имеющим он и не без примеси, но подмоченный. Иоанна 13, 27, 30. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Толкование. Господь подал кусок Иуде для того, чтобы он посовестился общения в столе и хлебе и удержался от предательства. Но Иуда и от этого не улучшился, а от силы стал еще более на стороне сатаны и как неисправимый совершенно предался ему. Доколе Иуда считался одним из учеников и членов святого лика, да то ли сатана и не имел к нему такого доступа. Когда же Господь оделил его и отлучил от прочих учеников, объявив его через хлеб, тогда сатана овладел им, оставленным от Господа и отлученным от божественного лика. Сатана вошел в него, то есть проник в глубину его сердца и овладел его душой. Ибо сатана прежде нападал на Иуду извне, страстью и сребролюбие, а теперь совершенно овладел им, внушив ему предательство. Иисус говорит Иуде, что делаешь, делай скорее. Сим, Господь, не побуждает Иуду к предательству, но как бы укоряет его в том, что он идет на предательство. Словом, делай, Господь как бы так говорит, вот, я оставляю тебя, делай, что хочешь, не препятствую твоему намерению, не удерживаю тебя более. Достойное исследование, отчего никто не узнал этого, когда Господь на вопросе о предателе сказал, что он тот, кому я подам кусок. Видно, Господь сказал это тихо одному только Иоанну, так что из прочих никто не слыхал. Притом Иоанн припав в груди спрашивает почти по духу, так что предатель не был объявлен, ибо иначе Петр, может быть, простер бы меч и умертвил бы его. Неужели и Иоанн не узнал всего? Да, даже и он, ибо он не ожидал, что ученик будет способен на такое беззаконие. Святой душой своей, будучи далек от такой злобы, он не предполагал этого легким и для другого. Итак, слов делай скорее никто не понял, но подумали, что Господь поверял Иуде купить что-нибудь для праздника или дать что-нибудь нищим, ибо он много заботился о нищих, и хотя прочих убеждал не иметь ни сумы, ни меди, но сам позволял носить при себе ящик, показывая тем, что и неистяжательный, и распявшийся для мира должен иметь большое попечение об этой части людей, бедных. Евангелист не без цели заметил, что была ночь, но для того, чтобы научить нас, что Иуде и время не помешало, но и ночью он был занят коварством. Мне кажется, что Иуда вышел в пятом часу вечера, когда и сатана вошел в него, ибо в четвертом часу сатана напал на Иуду, именно, когда, упоминаемого евангелиста Матфея 26, 6-16, жена пролила мира, а Иуда пошел и уговорился с иудеями о предательстве. В пятом же часу вечера сатана вошел в Иуду, то есть завладел его сердцем, ибо иное дело ударить кого-нибудь рукой снаружи, и иное вонзить в него меч и поразить им внутренность. Иуда вышел от спасителя и чувственно, и мысленно. Была ночь, может быть, и мысленная ночь, то есть накрывшая его тьма сребролюбия. Иоанна 13, 31, 32. Когда он вышел, Иисус... Так, все, однако вышло. Благодарство. Спаси, Христос.